Ушла? Я у него вот чувствуется мастер. Зажал позвоночник? Уже нет. У меня и Олег в прошлый раз на мастер-классе по хрустел. Да, и шея там, да? Игорь. Вторую руку мы добираем для чего? Для утяжеления. Можно без нее, если хочешь поражать. Если тебе достаточно энергии, да? Да, я не знаю. Без полезной. Вот, давай, да. Смотри, теперь пробуй полностью. Здесь мы делали как? Вот так вот, да? Ну, как бы, как чертовали вот так вот в ряд, да? А здесь мы идем по всей спине до вверх. Вот даже видишь, я стою неправильно? Перпендикулярно, но тем более, тебе все равно движение на мишку. Я же упомляюсь. Упомляюсь, потому что импульс задают туда, в стол, в глубину. Ну, я не переживаю, я не переживаю, я не так вот все равно. Просто сейчас чуть-чуть медленнее, потому что я вижу, что так раскапываешь. У заночника? Да. Ну, мы учимся, все нормально, да. Сейчас главное нам тут только отработать. Еще как-то вот этот палец начинает мешаться. Если он мешается, если он завалится вот сюда, ничего страшного. Работает вот это. Просто как-то больно становится и получается. Значит, переносить центр своего церкви на ладони. Тыль на стороне ладони. Ну, вот, я имею в виду, да. Да, да. Вот, уже получается. Давай теперь двумя руками параллельно вот так. Помнишь, я тут показывал? Смотри. Ну, во-первых, тут мы можем пройти, но мы уже тут разогрели, да? Лопаточные мышцы, они идут вот так вот, как бы, веерно расходятся, да? Значит, нет, подожди, нет, потом я расходил. Значит, вот, тут вот так вот разогреваю все это. Здесь веерно идет в эту сторону, разогреваю в эту сторону, и все. А здесь, ну, ты сейчас можешь все это там делать. А здесь идут они, ну, вот эти мышцы вот так вот, как бы, охватывают, да? И вот эта часть прямо латерально уходит в бок. Понятно, как движение надо делать? Или не понял? Ну, не очень, да. Ну, вот смотри. Значит, по этим линиям надо делать. Здесь вот так вот, веерно, конусно, как бы, к косточке, где ключица заканчивается. Значит, ты делаешь вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Здесь они идут вот сюда, чуть-чуть вниз. Вот здесь так. Да, здесь прямо. И здесь переходишь вот в эту сторону. Ну, вот точно, вот точно. Ну, на ягодицах можно и в эту сторону, в принципе, пертикулярно. И так, и так находишься. Ну, давай, ладно, я с этой стороны разотру. Нет, подожди. Ты лучше закончи давай с одной стороны. А потом получится. Маша где-то получит порцию массажа. С другой стороны, начинать отсюда. Мы все делаем, да? Мы растирание делаем. Вот это. Растирание ряда. Да, уже растирание дает. Я не чувствую. А, тебе? Да, я просто хочу понять, чем. А если мы делаем поясницу, смотри, как ты видел. Просто продольно вдоль всей поясницы, вот так вот. Получается не продольно, а, конечно, это как перпендикулярно плоскости относительно. Только крестец. Вот здесь вот. Здесь и крестец, и поясницу можно. Здесь вот так вот, да, вот они. По дуге идут. Вдоль ребер. Они повторяют ребра. Ну, несмотря где-то, где грыжа локализует. Она может вообще здесь гибель. Она может быть внутрь или нет, в бок. Да, я смотрю, да, крестец. Но не с такой силой. Максим, доделывай до конца. Если ты взял вот так вот, прошелся до конца. Потом взялся в эту сторону. От начала до конца. Прямо туда, глубоко. Видишь, куда она поднимает? Рука прям в плену. Не бойся, ты не навредишь к человеку. С помощью нормальных техник. Режем. Режем. Двигатель вести, как плечами добить. То же самое, только чуть-чуть к шляпу. Теперь то же самое, чуть-чуть за зуб. Плечи, конечно, в патфазе идут. Принем. И все, алиешь. Тяжело показывать всем корпусом, да? Ну давай без корпуса. Давай пока отрабатывай вот именно технику рук. Я просто показываю, где холодно? Вот. Коператься. Да, где холодно, правильно. Давай, давай. Там, на мишку. Откуда берется тепло? От трения. Поэтому трения должно быть как можно чаще. Больше, ближе друг к другу руки. Вот смотри, у меня бочок холодный. Давай его подбеги. Вот это вот. Видишь, как раз еще и лишние жиры уйдут. Потом мы дойдем до формообразующего носа. Тогда будем практически формировать женское тело. Как скульпторы. Сверстяшка. Как Микеланджо. Клажу. Чувствую. Теперь смотри. Теперь то же самое. Добавляешь просто одну ладонь делаешь и другую вот так вот. Палец помешает, мыши сюда. Сначала смотри. Сначала то же самое проходишь. Вот так вот сюда. Надо поменять руку. Меняешь. Эта ладонь, это... А потом ты поддаешь себе валик. Ладонь, ты когда подрешь валик... Первый раз пришла, мне дать его никогда, никто массаж не дала. Видишь? Получается. Я за три дня не могла расслабиться. Я щекоталась. Я щекоталась. Я щекоталась. Первые четыре дня, которые мы практику проходили, я вот так лежала все время. И так много тела росла. Потому что это тренировка. А потом уже на седьмой день, который там уже практику проходили, немножечко расслабиться. Я начала уже ощутять. И так мучитель говорит, кому релакс-массаж, у кого нервная система повышения. Я, короче, те, что было, я на все перепробовала. И он нам делал, я делал эротический массаж. У него эротический массаж, и только заключалась на работе над генами зонами. А это был Роберт или Мех? Не, 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 Роберт. Нет? Он делал на мне, но он больше как бы создал эротический массаж, такой приглушенный свет, аромат, красное освещение, аромат, масло, музыка. А техника? Техника была вот типа подобие вашего испанского канала. Ну, не работа с рельенами зонами, непосредственно? Ну, он с рельенами ракутами. Варик не отличается, что ли? Ну, ты сначала одну поставь книгу, потому что у него идет. И плюс он под музыкой. Другая еще движение. Ну, да, медленно. То есть он совпадал, я просто танцую как бы и музыка, да. И он совпадал, ну, так много. Да, только все это одновременно делает. Все одно движение в другое переходит. Это плавность, что... Ну, пока не будет. Да, да, это нервность. Человек просто не должен чувствовать переходов. Расслабляющий. Опять же, тогда с практикой все придется. Ну, то нервность, но не конкретное направление там. Не, ну, не конкретное. Ну, это поэтому и не эротически. Когда эротически приезжать, не будет. Ну, что она будет, держать будет? Она будет чувствовать большой подъем женского, сексуального. Это тоже. Плод и оргазм. 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 Это также можно и бесконтактно делать. Ну, можно. Можем. Можем. Такие вещи, которые... Мужа. Да. Ну, что, варик получается? Ну, так очень просто. Вот одно вот я веду, смотри. Большой варик. Вот можно и маленький. Нет никакой сложности. Я поняла все. Вот здесь, смотри. Здесь мы захватываем вот эту мышцу. Тарпециевидно. Видишь, потом ее с этой стороны захватываем, а вторую лакоидку. Для профессионалов. Здесь ползает. Смотри. Ты одной рукой подсказываешь, с другой. В своей руке. Это схватил. Потому что некоторые специалисты, профессионалы. Больше удивляет. Ты поддаешь, когда в одну руку поддаешь, и как бы ты сам себе подсказываешь. От этой рукой, например, от левой к правой. На тебе. На тебе. На тебе вот еще. 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 На тебе варик. На тебе варик. Я ее до сих пор помню. Понимаете? Каждую мелочь. Теперь ты смотри. Ты не специально делаешь варик. Он сам получает. Потому что все это движение вот так и так и так. Потому что она не сложная, чтобы это понимать. Дело в том, что когда обоими себя попробовали, вы знали, что дать человеку другому. Поэтому мы учимся. Да, кстати, я все техники на себе сначала отрабатываю. Чтобы понимать. Чтобы понимать, что человеку дать. Что дать. Что приятно, а что неприятно. Какое движение эффективное. Какая эффективность. Примеряется. Допустим, массаж же есть стол. Максим, энергично делай. Это тоже самое движение. Просто мы теперь варик еще подаем. Получается, как совмещать. 5-10. Да все. Он не может. Делай, делай. Просто совместить. Работы. Мы с техникой. Учимся пока, да. Можете более простых. Не, лучше сразу сложно. Как чувствуешься? Странно. Странно, да? Что-то происходит. Потому что ты делаешь непонятно что. Вроде что-то делаешь. Давай тебе эту планку накроем тогда что-ли? А где-то есть что-ли? Загляться не надо. Ты заглядаешь? Конечно. Нет. Я вообще. Все. Ладно, будем. Будем против. Смотри еще раз. Отойди. Давайте там в этом месте. Мы разогрели вот так. Все? Видишь? Три-четыре раза провел уже розовое. Понимаешь? Потому что, как я делаю? Я не просто веду. Я туда внедряюсь. Вот туда, в тело. Понимаешь? Дубы не кидал. Теперь вот так. Энергично. Все. Прошелся. В принципе, в данном случае этого достаточно. Далее. Прошелся в силу. Смотри. Далее. Одну руку ставлю на ладошку. Другую вот так. Нижняя ножка. Вот. Прошелся. Это буквально там достаточно 10 секунд. На каждую часть тела. Вдох. Вот. Видишь? Пока без валика. Видишь у этого валика? Ого. Специально подаю. Движение не меняю. Просто подаю. Просто вот уже захватывает мышцы вот это. Видишь вот это вот? Смелена ко мне. Здесь тоже вот захват вот этих мышц идет. Видишь? Просто автоматически происходит. Да. Я добавляю в силу. То же самое. Ничего не меняем. Ни такт. Ни амплитуду. И выдох. Ну можно маневрировать конечно амплитудой движения. И рука. И нога. Но тебе надо всем локтем пройтись. Опять же. Видишь как я иду локтем. Я им покасательно. Мимо позвоночника. Видишь я не касаюсь. И вот с этой стороны. Видишь я иду не касаясь. Тебе надо смочить эти локти. Давай. Нет. На руку. На ладонь. Где сам себе ходь. Разотри. Не капай. Не капай. Не капай. Растирай сразу захват. Делай. Локтя свои собственно. Чтобы на пол не капало. И на одежду чтобы не капало. Так. Это ты налила оттуда? Да. Вот отсюда. Это мое масло. Хорошо. В плане того что я люблю снутравный масло. А эфирный. Заменяю. По определенным. Прессам. Ну я тоже. Я только. Ты с этим же. С этим же вы работаешь. Я тоже только с таким же. Я работаю с нейтральным, но медальным. Личным. А. Недальным? Да. В аптеке. Или с тикс. Стикс. Классная натуральная. Эфирная. Базовая. Рекомендую. Максимально натуральные и крымские. Эфирная или не эфирная стикс? И эфирная и не эфирная. Вся косметика очень классная и эффективная. Эфирная. Если работать с клиентами. Эфирная. Так. Что-то у нас совсем расслабилось. Эфирная. Ну, что-то я тебе понял. Но я не забыл туда. Дай, может, ты ее сдвинем туда чуть-чуть, чтобы голова не умерла. Эфирная. 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 Сюда хвостик опустим. Да. Эфирная. 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 ЭINвали нужно 1 кон격ной. Да. Теперь смотри. Спокойно, ты закончил так механически… Нет, один раз. Ты закончил, ты ты подумал что-то спросите тебя у меня, я себе подскажу. Это раз – сброси движения. Не бросай. Никогда. Доводи до конца. Потом, если ты работаешь в эту сторону, видишь я уже ноги разворачиваю н Even In 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 Это у меня настолько автоматически происходит, на пяточках вращаешься, раз, 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 одну сторону, одну сторону, переставим ногу, да? И соответственно, вот с другой стороны локтем работаешь. Давай, покажи. Да, буквально, на 3-4 часа 2, да? Раньше, вот так, потому что за час нереально все сделают. Реально, за час. А ты начал вот с этого? За час. Не, просто начинай с этого, потом ты шелку вот так, а потом ты будешь локтем, и ты все одну дверь не должен. Ну да, мою, как бы, маленькую, да. Работаю основной. Да любой рукой, любой рукой. Вообще, внимание, такой рукой делаешь, главное, чтобы был удобным для тебя. Полтора, два, если как Олег, два. Ну да. Такой, как Максим, полтора часа. Ну, чуть-чуть. Меня давайте два. У тебя два. Только два. Это уже стасики в технике. С разными. Не только стасики. Да, это действительно. Работа локтями и полностью предплечьями, коленями, это немножко... Да, у меня есть те растяжки, которые я сейчас делаю. А, вот эти? Это уже суставы, наверное, тайские, да? Ну, вообще. Это тоже, кстати, для того, чтобы у нас из тайского, да, взято. Нельзя сказать, что это только тайская, потому что это не тайская, потому что это не тайская. Так, ты делал роботик? Ну, я работаю. Массаж. Помнишь, он говорил, давно было, да? Очень давно было. Поэтому, смотри, вот как он говорит, вот, ну, не он говорит, двинься чуть-чуть. Мне очень понравилось. Локтями вот так вот берем. Я тоже люблю очень. И тут проходим. Наш учитель сказал, что это зарядка. Маша разогрелась, да? Ну, так и есть массаж. Маша чувствует. Маша чувствует. Видишь, я стараюсь параллельно их вести. А чтобы тело что-то попадало, я опускаюсь с ноги, но мы берем на одно ведро и на другое ведро. Да. Начинаем тоже отсюда сюда. Да, но ты прям ложись на тело, на человека. Сюда добавляй, да. Мы готовы. Мы вообще-то не отсюда, а мы идем от периферии к центру, к шее в данном случае. Параллельно стараются, параллельно. Вот я еще мечтаю выучить тайский массаж с ног. Да. Но для этого, мне кажется, надо Тайлан Пайк. Зайка, перед тобой Тайлан стоит. Я тебя научу тайского массажа. Мне говорят клиенты, что мне не хватает шикарного тайского массажа. Теперь они уже тебе этого не скажут. На вид нет? Даже на вид нет. Сделаем палочками. Или пальцами. Да, палочки на плен. Я делаю только какие-то алименты. Мне хочется вот именно реально почувствовать настоящий тайский массаж. На этом мы, в принципе, заканчиваем. Для этого пойти в тайский массаж. Теперь смотри. Просто, чтобы она почувствовала, что ты закончила, да? Ты так ее немножко встряхнул и в обратную сторону, в обратную сторону. Немножко поверю. Расслабленный пальчик. У меня же клиенты уходят. Пока она не остыла, давай накроем ее в эту сторону. Кстати, у нас будут специальные курсы и специальная практика, как работать с неотъемлемой частью массажиста. Это все возможное. Полотенцами, простынями, салфетками. Мое представление есть? Ну, представление есть? Татьяна. Расскажем подробнее именно специфическую работу с полотенцами, с простынями, салфетками. Что нужно делать? Расскажем подробнее. Расскажем подробнее.